Волчанка – можно. Псориаз – можно. Бронхит – да можно. Я сейчас скажу от катаракта. Катаракта – бельмо для зрения. Туберкулез глаза – ну, немножко другое, но тоже дождевыми червями. Капайте где-то месяц. Месяц капайте три раза в день по одной капле. Это прозрачная жидкость станет от дождевых червей. Месяц попробуйте, потом 5-10 дней отдых. Если не улучшится, потом другое. Дождевых червей насыпьте теперь соль. Понятно, да? Соль. И выйдет сок, и надо это капать. Вот средство. Туберкулез, умыркада, умырткада, разок. Туберкулез, умыркада бөсі. Анау бар ку. Хозыр, біз ау бошу яғы. Эх, қаны көріс сәмселар білан. Шында ек анаулар айтардым. Добрый утро всем. Туберкулез, умыркада, борда бөсі. Ходо холасы борда бөсі. Борда бөсі. Бо. Яқшы бөп кітасы. Сіз мұнда екілейміз. Ер бөк қан топыласым. Хозыр, елдер. Біз ау бошу орку. Ушаны құртып, ешкерек. Асал гаралаштырым. Не получается забеременеть. Я читаю, я учусь. Есть многие способы. С помощью Аллаха. Подождите. Видео сделаю. Айсулу. Зобка белая лапчатка. Халай ищада. Спасиба хора за подарки. Зобка. 50 грамм. Спиртовой настойка. На 500 миллилитров спирта. Братья, сёстры. Потому что зоб из белой лапчатки вытягивает спирт. Хорошо вытягивает. Поэтому я говорю спирт. Если в данный момент грецкие орехи есть, покушайте. 7-80 штук. 3-4 раза в день. За один день 7 штук. Или 10 штук. Поешьте. Ну 3 дня. Попробуйте так. От зоба ничего не останется. Так. Воспыление планетарное. Спасибо за подарки. Братья, сёстры. Это фасилие. Пятные шпора. Больно наступать. Есть. Есть от шпора. Знаете, что это маш? Маш. На русском языке маш, а на узбекском мож. Ну такие зеленые горошки. Есть ли маш? Возьмите. Вот. Столько возьмите. И на носки. Под носки поставьте. Ну галоши или ботинки. Насыпьте в носки. И наденьте носки вообще-то. И привязку сделаете. Вы будете ходить с Машем. С Машем. Первые дни будет больно. Но можно вылечить за 10 дней. Первый один день или завтрашний день может быть больно. Острость. Но шпора уйдет с помощью Аллаха. Отводки запоя. Что можно делать? Погуглите. Знаете. Скажите так. Навозник белый. Навозник белый. Дельфуза. Уже весна. Навозник белый. Это гриб. Просушите. Или свежий. Промойте. И в суп. Мужу. До выздоровления. Дельфуза. Глаукома. 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 Гем. Айтинес. Глаукома. Гем. Бор. Гем. Бор. Айтинес. Айтинес. Глаукома. Катаракта. Бельмо. Глаз. аллергия в первую очередь а аллергия знаете у вас шлаки есть внутри интоксикация бывает от слабительные слабительные поешьте слабите выпейте магнезия есть как сказала моя учительница почти учительница из испании она лекарша алифтина федоровна сказала что магнезия есть магнезии но соль магнезия в аптеке делайте и так сделайте пососите 78 раз в день так сделайте от аллергии в первую очередь это еще аллергия против аллергии есть растение репешок репешок погуглите ладно репешок где взять еще дцп дцп можно вылечить с помощью аллаха можно вылечить дцп после рамазана я поеду в ташкент или в данный момент у меня сейчас честно говорю ну денег нет у меня чтобы в ташкент поехать там на поездку мне денег нет я не зарабатываю от тик тока в ташкенте есть такой человек в ташкенте есть такой человек который лечить лечит дцп я объявление сделаю ладно есть от зоба да от зоба вот грецкие орехи поешьте грецкие орехи не спелые не спелые грецкие орехи попробуйте ладно так гепатит b гепатит b можно вылечить братья у меня есть братья напишите телефон номер братья у меня есть учитель в ташкенте имя дельмуротаки в данный момент он здесь он здесь и у него есть у нее и у него есть комплекс растения от гип тик ток не блокирует от гепатита от цирроза печени от от гайморита от до 100 болезнь почти братья сестры псориазм можно вылечить псориазм можно братья можно да не горюйте братья не горюйте от зрение от зрения капайте капайте сок из дождевых червей сок а как сделать насыпьте сахаром выделяйте сок капайте в глаза во вам один месяц попробуйте а потом спасибо скажете дцп я видео сделал буду делать в данный момент я адрес не знаю я я в ташкент когда в ташкент поеду я ну свидание сделаю с ним как сказать встречусь встречу с ним объявление дцп можно вылечить с помощью аллаха но не рожденный ладно процедура есть такая от дцп что помогает от воспаления глаз и катаракта сейчас сказал же у меня много комментариев я так вич инспекции брат можно не горюй вич это не болезнь розеция тоже можно от розеции от розеции делайте так от розеции вообще-то я на русском языке не могу потому что тикток блокирует честно говорю братья переходите в инстаграм ладно в инстаграм не блокирует очень хорошее у меня видео на русском языке в виде удаляют узбекчайты на мана узбекчайты да не могу дать телефон потому что во у меня телефон ну я не успеваю мне спасибо барон не на мне надо работать умеет семьи есть у меня дохода нет же доход вы правильно поймите бронер на манда даром от мощности мамки рейда а маги телефон номер бирта шляп бронер или курилер радикулит можно радикулит не проблема не на жизнь зарабатывать надо поймите не могу дать телефон потому что телефон телефон работать надо мне от бессонницы от бессонницы хмель хмель шишки хмель и тель дельмрота сейчас дельмрота к тельс номер ручку на готове сделайте что говорил гипотез гипотезу еще рой туда до цирроз печень можно цирроз печень можем братья и сестры диктую диктую телефон номер в данный момент дельмрота к здесь мой учитель у него есть есть не горюйте братья и сестры гепатит цирроз печень это не проблема ладно телефон номер плюс 9 9 8 8 8 700 0906 повторяю плюс 9 9 8 8 8 700 0906 ведь снимал вич невозможно же велик вылечить ну акбар это твое мнение это твое мнение брат бессонница панические атаки мелиса лекарственная мелиса лекарственная от бессонницы братья папа ходит перестал подозрение на онкологию принцесса ждите ждите нас в казахстане и в крыгызстане я найду денег и поеду ладно братья найду денег поеду атрозеция братья гепатит от гепатит я же уже сейчас в данный момент телефон номер объявил от гепатита цирроз печени от псориаза вовсори за видео езжи еще есть такие способы от псориаза сейчас не скажу в данный момент правильный тель правильный телефон пирус 9 9 3 8 700 0906 долм ротаке а телефону еще ващам и карима рахмат в избегче гапри аллергия кожная братья и сестры если аллергия кожа кожная в первую очередь у вас есть запор может быть ну что то есть у вас от аллергии пейте верблючий колючка как чай это в первую очередь верблючий колючка и 2 от аллергии от вар овеса гепатит с у еще рой тогда а ка ярага не мавдовару кандай я ярага номер 1 олмейман экзема экзема агена устуга клуб най борг к клуб найды суртынер клуб найды от жировика от жировика растение чистоте пейте так пропорция так от жировика в первую очередь одну чайную ложку на 200 грамм кипятка заварка сделать так а потом процедить настоять процедить употреблять по 50 грамм но четыре раза в день по 50 грамм 7 10 дней попробуйте а потом пять дней отдых и так делайте как избавиться от рахита как избавиться от рахита скорлупа перри перепелки правильно сказал да скорлупа поинтересуйтесь скорлупа перепелки перепелки до скорлупа решение ешьте пейте в сыром виде яйца перепелки от 100 болезни слух как восстановить слух слух я уже сказал вы попробуйте попробуйте ладно слух восстановить перикс водород капайте базилом и назира базилом и не знаю что вы скажите мне чтобы я понял базилом и что это такое братья сестры еще ладно вам скажу один рецепт настойка есть такая настойка снаружи применение снаружи смотрите 200 грамм стакан наполнен дождевыми червями ну вымытые такие да и 500 спирта настоять 7 10 дней как настоять закройте но плотной бумагой и заверните на 10 дней смеси готова будет машки на болячки на хондроз я уже сто раз говорил от проблемы внутренности до живые черви брать и звезды это серьезная вещь так рак клеточной кожи назира назира я не могу здесь говорить ладно это ваша болезнь как сказать это не значит что нет лечение ну рак кожи да вы это имеете ввиду до клеточной кожи не и фирма могут заблокировать не могу здесь говорить назира но на все есть решение с помощью аллаха ладно поджелудочные железы рецепт отвар овеса пейте ну месяц 40 дней пейте три раза в день по 100 грамм отвар овеса или семена льна семена льна от поджелудочной железы две столовые ложки через блендер измельчить настоятельно 200 грамм теплую воду вечером утром выпить целиком делайте эту процедуру от сахарного диабета от ожирения от аритмии но повышенное давление от поджелудочной железы семена льна так тегеран ассалам алейкум брат из-за нафтизина пропало чувство запаха носа брат это говорится потеря обаяние потеря крапиву пейте крапиву пить как чай и еще найдите крапиву сушеную и сделать из него масло а как сделать масло налейте оливковое масло и настойка сделаете от крапивы вы услышали меня тегеран крапивы масле есть вообще-то в аптеках тоже есть масло крапивы капайте в нос с помощью аллаха цирроз печень в домашних условиях до эндрометриоз я видео делал братья из-за гормонов не могу похудеть голодование вот вам от гормонов почему у вас гормоны газиза голодование делаете дцп в вес не набирает рожденный дцп у вас у у кого больные младенцы братья сестры а кукура брода болезнь глонефрит болезнь глонефрит как лечить глонефрит болезнь печень глонефрит болезнь не печень а почек хан и что говорил натуральные самая ударная антибиотик а ударно антибиотик это кора асины запима запоминайте братья кора асины кора асины натуральный безопасный самый мощный антибиотик для детей для взрослых нет болезни нет болезни которые не были не вылечить простуды такие кора асины нет таких болезней гепатит bd где у кого гепатит bd братья сестры телефон номер могу сказать только телефон номер ладно телефон номер телефон номер плюс девять девять три восьмерки 700 0906 это мой учитель из ташкента так у дочки псориаз за если у дочек процент от 10 рецептов только скажу один один скажу от псориаза корень лопуха отвар корень лопуха и добавьте ладно корень одуанчика за 91 вы услышали меня да корень одуанчика и корень лопуха а есть в данном если есть свежий сок намажите снаружи и изнутри делайте завар завар сделайте от псориаза псориаз можно вылечить не горючи как правильно делать голодование в данный момент рамадан да если после после рамадана делайте голодание уже вы будете готовы ну как сделать с первое вы должны ну семь восемь дней пить только соки какие-то ну тыквенный сок морковный и зелень много-много есть больше ничего не хлеба не мясо не жареный вода и зелень овощи фрукты только а потом через через неделю уже полное голодование от голодования можно вылечить да всякие всякие болезни псориаз тоже зрение гайд сенс роман лар это можно начинали я пишу вы не отвечать ай тысячи человек я же не успеваю витамин d3 витамин d3 очень низкий что делать витамин d3 это кальций витамин d3 да ничего яйца перепелки скорлупа есть перепелки возьмите и внутри есть пленка убирать уберите пленку высушите измельчите и давайте по пол чайной ложки сталька сталька ну потребляйте во вам кальций только на лэ так у мужа болит колени врачи не могут вылечить леле напишите какой диагноз какие врачи не могут они не врачи вообще-то лейля напишите какой диагноз напишите слезы из глаза если слезы из глаза это если это рожденный это когда это если болезнь рожденный это трудновато а если нерожденный патологически как говорится это можно вылечить василик василек синий есть растение такое василек синий василек ну я уже прочитал это ну можно вылечить василек синий поинтересуйтесь я видео делал об этом слезы из глаза так очень много комментарий не успеваю так вителю в данный момент не знаю но ищу братья ладно астму можно вылечить астму можно вылечить чем астму можно вылечить и соп лекарственные растения есть доума что такое дома и соп лекарственный барахит тоже можно вылечить так и соп лекарственный черный тмином масло черного тмина так астму дождевыми червями можно дождевыми червями тоже бронхиальная астма туберкилез дождевыми червями астма еще тмин сказал даже вечер сказал еще растение дурнишник можно дцп я же сказал вам а дцп я же не знаю в данный момент где он находится я в ташкент поеду когда у меня денег будет поеду в ташкент найду этого человека есть как поднять иммунитет ребенку сыром виде сыром виде яйца перепелки каждый но если ребенок 2 2 штуки а подросток но 4 5 штуки за день а взрослые по 10 штук дайк хавайте сыром виде только разлейте или она кажется и во для иммунитета от бородавки от бородавки супер клей супер клей так уже сказал же псориаз желтые глаза желтые глаза у вас от знаете что то у вас проблема с печени алия желтые глаза с печени или сколько дней пить яйца пить татьяна топите на здоровье сколько угодно отчего у это скажите ассалам алейкум алейкум ассалам бахтёр бахтёр чего выпить яйца перепелки в сыром виде братья оказывается оказывается если вы пьете в сыром виде у вас давление если низкое поднимется если высокие понизится уровень ставится атероскелезроз гипертония до 100 болезней почти до 100 болезней в сыром виде яйца перепелки можно и кашицу сделать ну в кашу добавьте перепелку вы потребляете как угодно так ассалам а как избавиться 9 миллиметров камня и желчного пузыря пить оливковое масло ну такой способ есть каждое утро пейте оливковое масло по столовой ложке и добавляйте каждый день по столовой но первый день спасибо за подарки ну это много говорить надо это не успею брать и честно есть здесь не горюйте не надо операции и ищи знаете грелку поставить надо когда пьете оливковое масло и грелку есть такое вот в этом в этой книге есть вот в этой книге есть как делать эта книга как остановить как остаться здоровым на русском языке есть рецепт от геморроя от экземы да много болезни есть у меня есть еще но вот такие каньон лечебной науки есть окненько где взять книгу не знаю как автор книги честно говоря автора нет автора нет книги это народная медицина братья и сестры от гайморита во бурнаки бурнаки от гайморита еще бурнаки нога надо понюхать во еще красная свекла 20 минут отварите через терку выжатый сок капайте в нос это от 10 тоже два рецепта стафилококк стафилококк на лице пейте кора осину айзель исламова если из казахстана осина много в казахстане убьет срок от месяца до 2-3 месяца петь как чай 200 грамм кора осины осина ну палочки такие да или кожура 200 грамм на пол литра на пол литра воду добавьте прокипятите только одну минуту одну минуту прокипятить а потом вылить кипяченую воду кора осина останется да и повторно можно три минуты еще прокипятить понимаете его экономика три минуты можно прокипятить заново на пол литра во во и еще третий раз можно прокипятить третий раз тоже можно прокипятить пять минут вот вам одну столовую одну но 200 грамм кора осина можно трижды использовать братья стафилококк хеликобактер какие то ура вирусы ой спасибо за подарки можно 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 брать я кора осина стафилококк подна под нога валится же деревья бесплатно же стафилококк убивает убивает все все бактерии убивает поражение миниска в результате старого разрыва или травмы гонартроз коленного сустава лелия 1220 дождевые черви ездят дождевые черви дождевые черви употребляете если не сможете в сыром виде порошок сделаете врачи не могут это вылечить не могут народная медицина может только еще дождевые черви нельзя вот в этот месяц май апрель июнь в июне июня ни в коем случае не берите дождевые черви в июне май сейчас май или апрель да апрель апрель май июнь еще время есть в июне ни в коем случае нельзя до этого можно употреблять брать и сестры это серьезно я немного вам говорю контакт телефона так пользователь что не понял как можно с вами поговорить контакт телефона можно у вас но брать и сестры у меня время честно говоря я знаете кто мой номер знает и иногда поднимаю беру трубкой иногда нет потому что я учусь мне надо время мне надо деньги деньги тоже зарабатывать чекну поймите у меня семья есть мать есть что то есть надо у меня нет прибыли от этого у меня нет потому что время надо столько учиться надо век живи век учись пели нефрит давосу борма пели нефрит видео кияма шейх корень от зуба йод много если гульбахар от зуба йод много говорится как говорится захар лабу кок на узбекском ядовитые зуб ядовитый зуб так называется до гульбахар у меня есть еще одна учительница лекарша моя учительница сказал если у нее зуб но ядовитый зуб ядовитый зуб она сказала что лапчатка белая надо употреблять но спиртовой настойка и чистотель тоже оказывается чистотель тоже можно алмаз абдуль манов откуда вы все это вычитываете вычитывай ладно покажу брат сейчас покажу видно вот скорлупа орехи перегородка перегородка а вот видно видно брат алмаз читать надо учиться надо понял да брат от шпоры от шпор я уже сказал брат сестра не знаю кто вы от эрозии облепиховое масло в облепиховым от эрозии братья от миома тоже от миома тоже очень хорошая женщина пожалуйста облепиховое масло ну вы знаете влагалище поставьте все будет окей а а а не надо лейла жевать не надо жевать не надо червей по пять штук по пять штук так ну да можно два месяца может быть надо употреблять в первое в холодную воду поставьте на ночь а утром они уже типа изнутри все выйдет изнутри ну грязь есть изнутри нарежьте и в кефир или в кефир употребляйте ладно и еще длительное время это серьезная болезнь да доктора не может у вас нет шансов больше и еще если я уже сказал в июне ни в коем случае до июня заготовка сделается как высушите дождевые червы выкопаете высушите измельчите и по пол чайной ложки а пол чайной ложки с медочком с медом употребляйте три раза в день до еды очень много комментариев не успеваю креатин если у вас повышенный креатин обыкновенная растение спорыш спорыш и полевой хвощ пейте на здоровье понятно да спорыш и полевой хвощ это мочегонные самые ну как сказать самые дешевые самые эффективные как лечить геморрой от печени я уже скажу ладно как вылечить если внутренней ладно я вам подскажу ну бесплатные подскажу ладно есть до 100 рецептов есть 100 рецептов какие сказать если ладно скажу смотрите есть чайная сода чайная сода ванна сидят ванна от чайной соды это тоже еще есть водяной перец в отваре надо сидеть в отваре надо сидеть и в этой в отваре если внутренней шприц возьмите и в задний проход клизму делаете во и третий способ еще полынь горкая полынь горкая прокипятите ну или завар сделаете одну столовую столовую ложку на 200 грамм завар сделаете надо стоять и шприцем и в задний проход поняли да и в задний проход спринцевы не ну клизма клизма делаете так и надо сидячие ванны если наружные и внутренние вот геморрой в бенцина в книге написано это по чечуе шишки по чечуе а шишка по чечуе это геморрой ух от шизофрении есть так попался от шизофрении есть лечение были такие эксперименты в китае в китае ну из ста человек ну я примерно скажу из ста почти 100 человек есть 100 человек есть рецепт сейчас не скажу а когда я встречусь с вами я скажу вам ладно от шизофрения потому что долго надо говорить эксперимент был в китае от шизофрения 60 ну примерно скажу я не 100 вообще-то это числа есть конкретные от 100 60 или ну так 60 человек вылечились от шизофрении а где-то 20 или 30 человек улучшение стало а где-то очень ну 10 15 человек не повезло от шизофрении есть с помощью Аллаха братья держитесь от шизофрении шизофрения паркинсона держитесь с помощью Аллаха я с вами как убрать папилломы как убрать папилломы я видео делал а тикток удалил как убрать папилломы есть вот чистотель смотрите несколько способов от папилломы чистотель если найдете свежий выжатый сок надо капать ну снаружи капать за 20 или за месяц пройдет у вас папилломы если трижды четыре пять раз в день млочный сок есть от чистотеля надо капать или в аптечный чистотель капать а изнутри тоже надо делать что надо делать 10 дней или 15 дней попейте попейте чистотель как пить чистотель одну чайную ложку на 200 грамм кипятка заварить настоять и пить три раза в день три раза в день по ну 50 60 грамм это не горюйте в гугле написано что это ядовитое ядовитое да ядовитое она ядовитое но в дозах она только хороша как и как и как и яд скорпиона яд кобры гадюки в дозах это полезно очищать печень от простаты от до 100 болезни гепатит b цветной лишай цветной лишай узбек цветной лишай 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 где вы живете в сурхандаре в узбекистане я через несколько дней если найду денег я поеду в ташкент там в квартире буду учиться буду учиться в квартире и делать вот такие эфиры бесплатные мне надо учиться и надо финансовый тромб так и кардио это не проблема тромб и тоже спасибо братья спасибо так тахикардия тахикардия цветки боярчника попробуйте тахикардия в первую очередь избавьте от внутренних шлаков от тахикардии понятно вам от тахикардия слабительные пейте пейте слабительные ладно а потом пейте цветок боярчник или компот самого краснокрового боярчника ладно витилиго в данном моменте не знаю но я учусь найду скажу ладно грижадан сабар калин грижага лейла будьте здоровы второго диабетес как начать лечение колбас золтан второй диабет это не проблема медики ну хорошие медики есть но медики какие-то говорят что это не излечимо да врут они они все с помощью аллаха неизлечимой болезни нет так второй тип второй тип диабет брат отвар овес вот тебе отвар овес семена льна от диабета еще черника нет нет сейчас скажу листья плоды черники сейчас я скажу меня сильно применения при сахарном диабете weights трава хвоща полевого трава земля нить обыкновенной земляника трава горца птичевого это горца птичьево это спорыш и полевой хвощ и добавьте земляника обыкновенную Если нет земляника обыкновенно, есть, ну, домашние земляника есть же, домашние, в огороде которые, вот вам еще, выпадение волос, масло репейника, во, масло репейника, кастровое масло, во, кастровое масло от выпадения волос. И употребляйте цинк, ну, тыквенные семечки, ну, такие, где у вас, в какие овощи, в каких маслах есть витамин С, употребляйте, масло тыквенное. Очень много комментариев вниз пошел. Так, спайка кишечника, дождевые черви, спайка кишечника. Спайка кишечника. Вы просто на слово поверьте, братья. Я же не продаю дождевые черви. Я уже много раз говорю. Я не продаю дождевые черви. Пролежная, тоже дождевые черви. Поверьте. От пролежной еще облепиховое масло тоже очень хорошо помогает. И внутрь, и снаружи. Что делает память ухудшается? Есть такое ладань. В мусульманских, ну, исламских магазинах есть ладань. Ну, это крохотно такая смола. Смола? Какая смола? Это смола из Арабии. Ну, напишите ладань. Ну, посмотрите. Вот это ладань. Так. Ну, представьте, это ладань. А? Смола. Да, 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 положите в теплую воду на вечер и положите ладань. Перемешайте, ну, через несколько часов и выпейте. И употребляйте так ладань заново. Настойка и употребляйте. Во. Ладань, да, во. От памяти. Вы услышали меня, да? Спайка легких. Спайка легких. Научусь. Но есть. Спайка легких. От малиновые листья я насушил, от чего его пить. Ну, погуглите, погуглите, малиновые листья, да, малина, малина. Малиновые листья, всякие листья в сыром виде. Ну, тутовника. Шелковица есть? Снижет сахар. Листья инжира. Инжира. Снизит сахар. Да еще много листья. Малины. Делайте чай. Это от сахарного диабета. Язва желудка. Геморрой, протрузии. Как вылечить? Спасибо за подарки. Облепиховое масло. На все решение. Облепиховое масло. Как покушаю? Изжога появится. У вас желчегонное попейте. Желчегонное. Это тыквенный сок. Если есть желчегонный. Или у вас проблема с желудком. Или, ну, как сказать на русском языке? ПХ-баланс нарушен у вас. ПХ-баланс. Это проверьте в первую очередь. Изжога. И еще есть. Желчегонный. Завар или отвар. Луковые шелухи. Это тоже очень хорошо. Желчегонный. Растение бессмертник. Тыквенный сок. Морковный сок. Во. Торч инфекция. На маклышке. Торч инфекция. Айцаммаке, айцаммаке. Новый вид. Зрение ухудшается. Ладно. Зрение ухудшается. Я уже сказал. Вы, по-моему, новенькая, Фируза. Если зрение ухудшается, капайте в глаза сок лука, смешанным с медом в равных дозах. Капайте по вечерам. Или сок дождевых червей. Насыпаем сахаром. Насыпаем сахаром. Бросить курить. Да. Ассалам алейкум 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 ассалам. Как убрать горечь во рту? Тыквенный сок или морковный сок? Горечь. У вас под... Желочный пузырь проблема у вас. Желочный пузырь. Горечь во рту. Или пейте завар. Делайте... Сейчас я покажу вообще-то бессмертника. Ладно? Сейчас. Одну минуту. Вот это бессмертник, братья. Во. Это бессмертник. Да пейте на здоровье. Во. От холестистита. От... Если горечь во рту. Бессмертник. Во. Бессмертник. Богатство. И есть такие корни, братья. Во. Смотрите. Это от гангрены, от сахарного диабета, от миомы, от кисты. Ещё. 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 От болезни... От болезни костей. Не кури, но мокрота. А я нашёл ещё. Оказывается, в Узбекистане тоже есть тимьян. Чабрец. Чабрец. Пейте на здоровье. Чабрец. От кашля, от бронхита, бронхиальному, астмы, от половой бессилии. Чабрец. Семья называется. Во. Мои учители из Ташкента подарки сделали. От простуды это. Беллуберин. Беллуберин. Если у вас... Беллуберин. Повторяю. Не ешьте... Не ешьте... Яйца, мясо. Полная диета. Полная диета. Белковые вообще не ешьте. Ещё. Мочегонные. Спорожь и полевой хвощ. Почки болят. Спорожь и полевой хвощ. А, урмахура. А, ещё. От запора. Али, от запора. Почему у меня не бывает запор? В данном... Ну, знаете, братья. Вы много едите. В первую очередь. Вы утром немножко съешьте. Я не ем уже несколько дней белый хлеб. Да не ем. Я в данном рамадан, да? Рамазан. Сейчас. Роза. Я не ем целый день. Не пью, не кушаю. Утром я поел немножко изюма сушёного. Сушёный изюм. Кураги. Немножко грецкого ореха поел. И одну столовую ложку топленое масло. Ну, сливочное масло. Это натуральное сливочное масло. Вот. Вот от запора. Али. И ещё есть... Алыча. Есть алыча. Листья алычи. Заварь. Заварку делай и пей. Вот. От запора. От запора. И ещё. Отвар овёса тоже. Отвар овёса. Тыквенный сок. Морковный сок. С смешанным красной свёклой. Братья. Не ешьте много. Если у кого-то не прочитал, не обижайтесь, братья. Много... Очень много комментариев. У ребёнка развитие задержания речи. Только могу телефон номер сказать. Только. Перевод. Чабрец. Тимьян ползучий. Чабрец. Перевод. На узбекском языке честно не знаю. У сына выпадает в ресницы и брови. Я где-то читал её, но честно, честно говорю, читал, но мне надо найти. В книгах есть. Но в книгах есть. Грижу модно. Конечно, можно грижу. В желудке. Если у вас грижа в желудке... Сказать или не сказать? С помощью Аллаха. Кровь в моче? Кровь в моче? Кровь в моче. Шиповник, попей, брат. Отвар шиповника. Отвар шиповника. У тебя проблемы с почками. Понял, да, брат? Панкреатит. Панкреатит можно вылечить. Знаете, братья, панкреатит можно вылечить. Сейчас скажу. Прополисом. Прополис. Каждый день по 20 капель прополис. Настойка прополиса. Ну, это панкреатит тоже входит в состав ЖКТ, да? Панкреатит, желудок, печень, желчный пузырь. Все это ЖКТ, да? Как я понимаю, да? Напишите. Панкреатит тоже, да? От ЖКТ? У нас есть один человек, который учит на голодовании. Панкреатит это ЖКТ, да? Желчный, желчный, кишечный тракт, да? Напишите. Да, во. А что лечит ЖКТ? Железо... Нет. Желудочный, кишечный тракт. Что лечит ЖКТ? Отвар овеса! Отвар овеса лечит! Братья! Герпес. Герпес. Воскулит. Воскулит вообще-то, что это такое, воскулит? Вы скажите, чтобы я понял, да? Ладно. Как лечить креатием? Я уже сказал. Мочегонными. Спорыж, холевой почв, врагнопарпозы. Пейте сколько угодно. Вы принимаете лице покраснение, чем лечит? На лице покраснение, чем лечит? Это Эльмира? Это рожа? Или красная волчанка? Эльмира? Есть лечение? Есть. А дрожи? Но видео сделаю. Или так сделайте, смотрите. Сделайте кашицу, Эльмира, я вам говорю, от волчанки, от волчанки, красная волчанка, да? И розеция, розеция, да, называется? Рожа, рожа, рожа называется. Сделайте кашицу, 200 грамм, еще, смотрите, ну, 15-20 грамм, или так, дрожжевые черви, и добавьте сахар. Измельчите, каша будет, да? Ну, поняли, да? И точный, точный рецепт я видео сделаю, но... Ладно, сделаю. Ладно. Заложенец носа замучила. Не используйте нафтизин. Только хуже будет. Не используйте нафтизин. Уберите. Если заложен нос, массируйте, массируйте, ну, некоторое время. И здесь есть точки, и массируйте. И еще, есть растение каланхое. Домашнее растение это. Каланхое. Копыти в нос. Некоторое время... Через некоторое время у вас все будет хорошо. Пищевод Боретто лечится. Боретто. Что это такое, пищевод Боретто? Пигментные пятна. Пигментные пятна. Я... Не... Я... Пигментные пятна. Я же читал. Час назад я читал от пигментных пятна. Но не помню. Можно? Можно пигментные пятна? Можно? Прочитаю. Ну, завтра или послезавтра сделаю я эфир. Мне надо вообще-то написать в тетрадку, на какие болезни столько рецептов. Ну, от псореза так-то несколько рецептов. От панкредита несколько рецептов. А так мне надо сделать. Белый налет на языку. У вас проблема в желчном пузыре. Это... Проверьте. Какая трава для похудения? Ну, при ожирении есть травки такие, но... Но... При ожирении... При ожирении трава тысячелетника тысячелистника. Трава тысячелистника. Во! Тысячелистник. Трава зверобоя. В равных пропорциях. Две столовые ложки смеси прокипятить 15-20 минут в 0,5 литр воды. Процедить, принимать по стакану. Три раза в день. Ну, есть такой рецепт. Вот у меня. Если хотите похудеть, пейте только соки. Сок. Сок пейте. Какие? Свежевыжатые. Тыквенный сок. Морковный. Свекла. Морковь и свекла. Свекла, типа, на две части морковь, одна часть красные свекла. Да пейте их сколько угодно. Не ешьте мучные, сладкие, жареные. Я не знаю очень много, не знаю очень много вопросов здесь, которые я вообще-то впервые вижу. Болят кости. Сестра, болят кости. У вас какой диагноз? Болят кости. Болят кости. Надо поговорить. Ну, если бы, если бы. Как лечить стоматит у ребенка? Спайка маточных струк. Красный нос. От красного носа у меня был рецепт. Был, да. В книге есть. Красный нос. Есть. Братья и сестры. Водку нельзя пить, братья. Потому что это алкоголь. А если в лечебный, но есть такие травки на спиртовом настойке. Это уже другое дело. Это мое мнение. Это мое мнение. Потому что вы пьете в малых дозах алкоголь, ну, столовую ложку или чайную ложку, добавляя на 100 грамм или 50 грамм теплую воду. Добавляйте. Нельзя пить водку. Нельзя. Для кайфа. Но есть такие аптечные, которые пертусин. В пертусине есть спирт. Детям дают, да? На спиртовой настойке. И еще. Сладкая солодка на спиртовом настойке. Дети пьют. Для чего? Для здоровья пьют. Мумиа. Конечно, можно. Шейный астрахандроз. Два способа скажу, братья. От шейного астрахандроза. Астрахандроз что это такое? Это солевое накопление, да? Астрахандроз. Если у вас астрахандроз, если у вас где-то, где-то у вас в соли, ну в коленах, в пятках, в спине есть солевые, ну соли. Два способа. Первый способ. Самый хороший, это хрен. Листья хрена. На вечер листья хрен. Утром посмотрите, солевой налет будет. Сделайте и новый лист. Где у вас солевые точки? Прикладывайте на ночь. Немножко жжет, потерпите. Ладно. Где у вас соль? Есть соль в спине тоже. Это процедура до, делайте до, до исчезновения соли на листе. А второй способ, это листья капусты. Я уже много раз говорил об этом. От варикоселя, братья, от варикоселя пиявки не делайте, не делайте операцию от варикосела. Братья, пиявки поможут вам с помощью Аллаха? Поможут вам пиявки. От варикоза тоже. Пиявки. Если будет неудачная операция, бесплодные станете. От разыцы, от красной волчанки я видео сделал, ладно? Мумио же наджас, Салман. Наджас. Не надо так говорить. Не надо. Кто тебе сказал, брат, Салман, что мумио наджас? Кто сказал? Ты грех не бери на себя. Братья, уже... Я буду заканчивать эфир. Ладно, братья, сейчас я приму, принимать буду Улуха Узакова. Братья и сестры, это Улух Узаков. И он делает эфиры голодования. Он тоже имеет русский язык, умеет разговаривать на русском языке. И он научит вас, как голодовать. И какие болезни можно вылечить с голодом. Он был в данном... Ну, вот такой мужик был. Посмотрите, вот такой мужик был. Черный. А смотрите, как сейчас румяный. В данный момент. Продолжение следует... Кожные болезни лечебное голодание лечит. Самый эффективный способ лечебного голодания. Другие все это долгая история. Лечебное голодание в течение 5-7 дней уже можно лечить эти болезни. И потом еще что-то, панкратит, железный тракт для Сурада. Все тоже голодом можно лечить, все. И потом грижа, голодом можно лечить. Витилега там много спрашивает. Грижа пищевода, да? Без чужого? Ошкозон грижаса. Да, 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 грижа, грижа. Не все грижи. Без разницы, все грижи, все грижи. Без разницы, какие грижи. Любое раковое заболевание, еще астма, аллергия. Ну, все лечатся лечебным голоданием. А в Германии 15% больных уже лечатся лечебным голоданием. 15% больных, все больные, все. Любой артрит, рематизм, все лечатся лечебным голоданием. Сердце, нервная система, все лечится. Кому, например, все просто, гугл может написать лечебным голоданием. Все информации видит. Или я где-то 8 раз практиковал. Кто интересуется, спрашивайте. Без проблем, помогу. Ради Савоба. Да, подписывайтесь, братья и сестры. Подписывайтесь. Он тоже вот разговаривает. И он научит вам, научит вам, как голодование и какие болезни. И похудение. Во, для похудения. Подписывайтесь, братья. Во, для похудения. Да, да. Кто-то вот хотел весь свой удержать. Кто-то написал, весь как можно удержать. Весь невозможно удержать. Просто можно контролировать. Похудение, например, голодать, если в течение недели два дня разгрузка делает голоданием, это суннад, в понедельник, например, четверг, понедельник, четверг, суннад, суннад, в понедельник, четверг, суннад, вот можете голодать, разгрузку делает, и все, весь нормальный, удержать можно оттай. Узбеки чествуют. Комментария ли курум? Болди ма, йопа ма, ана ка, просто ушек холла-холла сору ездима, антидэн берегаблашмоли? Кто интересуется голодованием и всяких болезней, задавайте вопросы, он уже специалист в этом деле. Я не специалист, я ученик и не знаю, как голодовать, честно говоря. Подписывайтесь, задавайте вопросы, вопросы бесплатны, не горите, ладно? Добавил субтитры DimaTorzok Майль. Слава Али. Майль. Салам Ак-балей. Хоч. У меня комментариев нет. У меня комментариев нет. Почему-то комментариев нет у меня, братья. Не обижайтесь, я ничего не вижу. Ничего не вижу я. Может, через несколько время. У меня нет комментариев. Ну, подожду. Ну, вообще-то, мне уже время. Столько вопросов. Мне надо учиться, братья. Надо учиться. Учить, читать книги. Да ничего не видно. Что, будем заканчивать эфир, что ли, да, братья? Что, будем заканчивать? Да, это хорошо. Продолжение следует...